Хочешь про йогу послушать? Расскажи тебе про йогу. Шкуру нужно постелить. Черной антилопой. Черной антилопой. Сразу человек думает, где достать шкуру черной антилопой, чтобы достичь совершенства в йоге. Конечно, рассказывает все. Но в конце концов, когда он к концу уже подходит, и когда он чувствует, можно сказать правду. Он говорит, что все просто, я висшую духовную личность Бога, ты должен мне предаться. Если предашься, все понял. Если не предался, ничего не понял. В сущности, это то, что он здесь говорит. А кто понял, что я Бог. И поклоняется мне, понимая, что я курушотом. А кто понял, что все. Сарва вид. Кто этого не понял, даже если он получил степень инструктора йоги Айнгара, он ничего не понял. Потому что это всего-навсего только какие-то подступы. И почему у нас есть отвержение? По одной простой причине. Как раз по той, которая указана здесь, в этом стихе. Он говорит, что тот, кто это понял, Баджати. Как Баджати поклоняется мне, служит мне. Сарва Бабин. Не просто служит мне, а всем своим существом служит мне. А нам не хочется. Йога не проблема. Мы готовы делать йогу. Мы готовы на голове стоять. Нужно на голове стоять? Будем на голове стоять. Главное, чтобы я оставался главным. Главное, чтобы от меня зависело все остальное. И поклоняться Богу тоже можно. Но вот уже Сарва Бабина, всем своим существом, это уже немножко через чью. Кришна уже слегка переходит границы того, что мы можем воспринять и не восстать против этого утверждения. В начале Кришны он выступает в роли такого косвенного проповедника, который ходит вокруг да около, говорит, ты душа вечная. И это все любят слушать. Я вечная душа. Мне недавно один человек рассказывал, как он купил книгу и сам не стал читать, дал своей девушке читать. Она пришла к нему на следующий день и говорит, ты знаешь, мы не умираем. Он говорит, правда? Дай почитать. Это всем приятно слышать, когда люди слышат, ты не делай, ты душа. Чай, айбол, все в порядке. Но уступить свою роль верховной личности Бога кому-то другому очень сложно. В течение долгого времени пытаемся здесь ее играть с разной степенью успеха. Нельзя сказать, что все такие уж неудачники у нас. В течение какого-то времени получается обмануть какое-то число людей, самого себя в том числе. Чтобы сказать, я здесь главный, все должно быть, по-моему, все должно быть, как я хочу. Как или иначе, у нас у всех есть эта эгоцентрическая природа, эгоцентрическая психология. Если говорить о психологии человека, то суть ее именно в этом. Мое эго, я нахожусь в центре. Все остальные, так или иначе, они должны подстраиваться под меня. И если они не подстраиваются под меня, то они кто? Негодяи, враги мои, падшие люди, ясные дни. Потому что они такую простую истину, понять не могут. И это очень глубоко в нашем сознании. Еще раз, Крест не случайно не говорит эти вещи в начале, потому что он знает. Начнешь говорить в начале, аудитория резко уменьшится. Некому слушать будет обо всем этом. Потому что нам хочется, в конце концов, последнее слово за собой оставить. В конце концов, мы хотим наслаждаться здесь так, как мы хотим. Но Шрилл Крабхат говорит здесь, что удивительно, поразительно, до какой степени Кришна откровенен, в конце концов, в том, что он говорит. До какой степени это просто то, что он говорит. Он говорит, вот суть всего знания, сарвавит. Такой человек все знает, все веды. Не надо читать все эти мантры, запоминать все эти веды длинные. Не надо Упанишады изучать, не надо на голове стоять, не надо астрологию изучать. Ничего не надо. Если человек знает это, не надо университет кончать, лондонский или еще какой-то колледж. Кришна говорит, в моих глазах у него диплом уже есть. Он знает все. Сарвавит. Как это на самом деле, Кришна повторяет здесь стих из Упанишад. Если человек знает его, Браман, Дух, Бога, то он все знает. Все остальное становится ему понятным. Все остальное становится ясным. Все остальное занимает свое место. Если не знает, этого там нет, но в принципе можно легко продолжить это утверждение из Упанишад. Если человек не знает Бога, то он ничего не знает. Он находится в невежестве. Даже если у него три PHD из Кембриджского университета, из Оксфордского университета, из Лондонского университета. Он не знает ничего, потому что он не понял ни кто он такой, ни что ему нужно делать. Он по-прежнему находится в иллюзии. Как недавно я читал интервью с каким-то знаменитым атеистом, который написал в бестселлер книгу, где он опровергает Бога. Он из Лондона, откуда-то отсюда, революционный биолог, занимается эволюционной биологией. И он по рейтингам один из самых умных людей на Земле. Есть какие-то там рейтинги, которые как-то там учитывают, кто самый умный. Там, говорится, вот он там где-то в первой десятке находится. У него там Нобелевское племя и все что-то такое. Очень хорошо. Фришна это не признает. Он говорит, какой человек в сущности ничего не понял. Потому что в конце концов, что такой человек будет делать? Такой человек будет пытаться сохранить свое центральное положение, которое ложное по определению. Он будет пытаться так или иначе наслаждаться здесь, в этом мире. И как объясняет в этой главе Кришна результат этого? Какой результат этого? Кшара. Кришна объясняет, что есть две категории живых существ. Кшара и Акшара. И Кшара значит, этот человек будет постоянно менять свое положение. Иначе говоря, он будет постоянно менять свои тела. Сегодня он самый умный человек. Изучает эволюционную биологию. Завтра он будет объектом этой эволюционной биологии. И будет эволюционировать. Круто и все. Кришна говорит об этом здесь. Он говорит, что есть два вида этих живых существ. Есть те, кто не меняют своего положения здесь. Даже здесь. Те, кто нашли точку или состояние, в котором им не нужно менять свое настроение или свое состояние. Почему живые существа меняют свое положение здесь, в этом мире? Именно из-за этого, из-за того, что они пытаются занять ложное положение. Из-за этого ложного положения их все время сталкивают. Как мне рассказывали, что есть такая игра детская, где крутится очень быстро такой большой круг. Суть игры. И так как большой круг все время есть центробежная сила, отталкивает все время от центра. И суть в том, что нужно так или иначе, несмотря на этот центробежный сил, вскочить на этот круг и забежать в центр. Там, где неподвижную точку, в точку, где ничего не меняется. И много людей играют в эту игру, да, и кого-то откидывает. Кто-то забежал туда, в центр. Все крутится вокруг него, и все крутятся вокруг него. Но в следующее мгновение его столкнули оттуда, кто-то другой забежал туда. В этом суть игры.